В ряды российской армии из Неницкого округа сегодня отправились 19 новобранцев. К местам службы они отправятся после посещения Архангельского военкомата. Там им предстоит пройти курс молодого бойца. Будущих солдат научат маршировать, подшивать китель и по-армейски заправлять постель. Готовы ли призывники к резким переменам в жизни и непростым армейским будням, выяснял Олег Хатанзейский. Спасибо большое. В этих кабинетах призывники слышат решающее заключение врача Гудин или наоборот. Ну, некоторые бойцы будущие воспринимают решение болезненно. Это те, кто служить особо не хочет. Впрочем, большинство желания, конечно же, поддерживают. Я, например, уже служил Гудин, но не прочь сходить еще раз. 11 утра. Военный комиссариат по Неницкому округу. В кабинете почти два десятка молодых парней. Все они из разных уголков региона. Но большинство Нарин Марцы. Роман Коткин в недавнем прошлом студент Кировского вуза. Надеть форму его никто не заставлял. Желание собственное. Понимает, если не отслужит, хорошей работы не видать. К армии, говорит, готов. Вот только по-сладкому скучать будет. Я слышал с этим проблемы в армии. Ну, а так, думаю, переживем. Все-таки солдат должен выживать в любых условиях. Какая-то есть тревога? Ты просто, честно, не понимаешь, что будет дальше. Ну, небольшая. Ну, небольшая, честно есть, да. Какая-то неопределенность. Все-таки неизвестно, куда едешь, неизвестно, куда попадешь, что за люди там будут. Но все-таки ко всему можно адаптироваться, привыкнуть. Поэтому, я думаю, это дело времени. А вот Евгений Диденко в армию идет с другой целью. Хочет оказаться в элитных войсках. Ему по нраву морская пехота. Физическая подготовка у него в норме. Евгений – кандидат в мастера спорта по северному многоборью. Да и знаний необходимых тоже достаточно. Перед уходом на службу молодой человек брал советы у бывших срочников. Ну, я спрашивал, конечно, объясняли. Говорит, только не задирать нос. На сборы несколько минут после прощания с друзьями и близкими. Работники военкомата успокаивают. С ребятами ничего не случится. Разве что повзрослеют и возмужают. Он изменится, серьезный станет, серьезный. И вообще изменится сам по себе. Мне кажется, отношение даже к родителям, вообще к родине. На службу родине они отправляют своего племянника Дмитрия. Кстати, планы, как оказалось на ближайший год, у молодого человека очень серьезные. Я уже в себе уверен. Служу. Ну, киды с предпочтением попасть, допустим, в ВДВ, может быть? Нет. Я хочу ВВС. Я хочу летать. Армия же делает из пацанов мужчин. Приду мужчиной. Нести службу нынешним приземникам предстоит по-прежнему всего год. Большинство наших бойцов попадут в части, расположенные в пределах северо-западного военного округа, поближе к дому. В этом году ряды российской армии из Ненинского округа пополнят чуть более 150 молодых парней. Последняя же команда уходит из Наринмара уже в конце декабря. Они отправятся в областной Архангельский военкомат, откуда дальше их направят служить родине. Эти же ребята сейчас уходят, но непременно обещают вернуться. Олег Танзейский, Роман Делимарский, телеканал «Север».